Привет, красотка! И в сегодняшнем видео я хочу поотвечать на ваши вопросы, которые вы задавали мне в инстаграме. Поэтому, если хотите попадать в такие видео, обязательно подписывайтесь. Одновременно я буду краситься, как вы сейчас, наверное, заметили. На мне нет макияжа. И вообще это видео типа, собирайся со мной. Сегодня у нас воскресенье. Планов, на самом деле, не очень много, но, тем не менее, нужно собраться, накраситься, сделать что-нибудь на голове. Одеться я уже оделась, как вы видите. И заодно мы пообщаемся с вами. Отвечу на самые разные вопросы, не только по беременности, хотя их было, признаюсь, большинство. Как всегда, предлагаю вам запастись чем-нибудь, как это называется, жидким. У меня сегодня это зеленый чай с лаймом. Просто лимона дома не было. Забыла тени. Забыла тени, понимаете? Секундочку, пожалуйста. Передо мной такой столик с кучей косметики. Я еще не решила, что именно буду делать, но я думаю, это будет ежедневный, весенний, такой свеженький макияж. На самом деле, я обманываю, потому что мой ежедневный макияж сейчас это брови и ресницы. Очень часто я еще хожу сейчас в бассейн, поэтому мне вообще нет смысла краситься, чтобы потом все смывать. И как-то я вообще стала меньше краситься. Но это, знаете, периодами бывает. Иногда хочется каждый день делать себе просто шикарный макияж, а иногда хочется вот так вот. И начну я, наверное, с того, что увлажню свои губы, потому что я их немножечко так покушала. Не делайте так никогда, пожалуйста. Вот серьезно, я просто сидела в кино, и мне понравилось корябать свои губы. Замечательно. Там была какая-то маленькая шелушинка, нет, чтобы просто ее оставить в покое. Я начала дальше ее тянуть, дальше. И, ну вот, как бы, не знаю, видно ли вам. И, конечно же, начнем с ухода лица. У меня сейчас это такие необычные достаточно штучки. Как это можно назвать? Я бы сказала, умный уход за кожей лица. Клиник придумали такую систему, по которой каждый сможет найти для себя индивидуальный уход. И создать его как инженер. Я реально себя чувствовала немножечко химиком, когда смешивала вот эти вот две штучки. Сейчас объясню. В общем, суть в том, что можно для себя создать уникальный уход, который подходит именно тебе, именно сейчас, именно вот с твоими проблемами кожи. Именно с твоим типом кожи. Это очень удобно. У них есть три базы для любого типа кожи. Для сухой и склонной к сухости. И для жирной кожи. Далее, шаг номер два. Вы подбираете нужный для себя картридж. Это такой концентрат. Их всего пять. И они тоже работают над разными проблемами. Раздражение, расширенные поры и неровная текстура, неровный тон кожи, тусклая кожа и мимические возрастные морщины. То есть, в зависимости от вашей проблемы, от вашей нужды, вы делаете для себя свой уход. И это очень удобно. Это заменяет сейчас мне несколько баночек на моей раковине, туалетном столике, не знаю. То есть, этот концентрат, этот картридж, он вставляется в базу. И, если что, их потом переставлять нельзя. То есть, там, нельзя один и тот же картридж использовать для разных баз, что-то такое. Я создала для себя две разные баночки. Смотрите, какая красивая баночка. Для утра я как раз-таки выбрала желе, которое подходит для любого типа кожи. И картридж, который стоит у меня внутри, это неровный тон кожи. То есть, как раз-таки то, что нужно на весь день, чтобы, ну, именно для меня, чтобы немножечко выровнять тон моей кожи. А на вечер я взяла лосьон, который подходит для сухой и склонок к сухости, потому что у меня именно такая кожа. И вовнутрь я поставила картридж для тусклой кожи, чтобы ночью с моей кожей произошли чудеса и утром я проснулась красоткой. Поэтому сейчас мы берем вот эту прекрасную прозрачную баночку. Очень удобно, что не нужно, конечно же, наносить несколько этапов и сыворотку, и крем, и такой крем. Просто наносим одно средство, что экономит время, силу, энергию. И давайте пойдем по вашим вопросам. Первый вопрос. У вас есть Deutsche Sprachdipplum? Что? Я сейчас объясню просто, что это такое. Это немецкий языковой диплом. И почему-то первый, первый, самый первый вопрос мне попался именно такой. Это, наверное, кто-нибудь из моей школы написал. Мы в школе действительно сдавали экзамен DSD. Это языковой диплом на знание немецкого языка. Наверное, большинство из вас знают такие языковые дипломы именно в английском языке, потому что он более распространенный. Но у нас школа была больше с немецким уклоном, так сказать. Поэтому мы сдавали DSD, что расшифровывается как Deutsche Sprachdipplum. И да, я сдавала этот экзамен. У меня C1, уровень знания языка. Но, конечно же, сейчас без практики все ушло в пень. И я могу сказать... Ну, конечно, не настолько все печально. Но язык, конечно, позабылся. Это как с любым делом, со спортом, с языком, с отношениями. Если нет практики, если нет работы, то все уходит в никуда. Я наношу тон спонжиком. И второй вопрос. Уже знаете, как назовете малышку? Ну, понятно. Сейчас все вопросы связаны с именем девочки. Не обижайтесь, но это то, что мы оставим внутри семьи. По крайней мере, до рождения, до какого-то периода. Не знаю. Ну, в общем, мне хочется эту информацию оставить для более узкого круга лиц, так сказать. Кстати говоря, я сразу же, сразу же, как только я узнала, что я беременна, я знала, как я назову мальчика. Вот серьезно. Ну, я тоже не буду говорить. Но имя для девочки я не могла придумать полгода, мне кажется. Мне ни одно имя женское не нравится. Даже самые красивые, которые меня только не называли, русские, нерусские, редкие, интересные, мне ничего не нравилось. И вот я на одном имя не остановилась, и мы пока что его оставим в тайне. О, вопрос. Хотела бы вернуться в прошлое и что-то исправить. Знаете, я всегда раньше, в школе еще, когда была маленькой, в школе я была маленькая, сейчас такая взрослая, да? Раньше, в общем, я мечтала, чтобы мне кто-нибудь задал этот вопрос, чтобы я очень круто и модно и философски на него ответила. И вот мне задают этот вопрос, и я сейчас не знаю, что ответить, ну, в смысле, у меня не подготовлен какой-то ответ. Хочу сказать, что я бы никогда ничего не поменяла. Вообще, как бы я не ошиблась, какую бы я дурость не сделала в прошлом, потому что я бы не была тем, кем я есть. Тем опытом, с которым я сейчас есть. И это очень важно на самом деле, потому что кажется, что вот одна какая-то мелочь, одна какая-то деталь, ты бы ее исправил, и все, твоя жизнь была бы идеальной. Возможно, именно этот урок, именно этот момент тебе нужен был для того, чтобы ты вырос, для того, чтобы ты что-то осознал, для того, чтобы ты поменял что-то в мировоззрении в своем. Короче говоря, все происходит не случайно. Итак, немножко шеи, немножко уши, вообще тоненьким слоем, конечно. Как перестать есть сахар? Посмотрите фильм «Сахар». Мотивации хватит на месяц, мне кажется, точно. У меня сразу же, вот только я посмотрела этот фильм, сразу же пришла идея отказаться от сахара на месяц, посмотреть, как мой организм с этим справится. И было очень круто. Я намного, намного осознаннее стала подходить к составам продуктов, к тому, что дают в заведениях, потому что это такая обманка, на самом деле, иногда бывает. Мне просто очень нравится видеть эти, знаете, чаи, чаи в меню. И где там написано «брусника мята», например, или какой-нибудь «ягодный бриз». И ты такой думаешь «О, классно, сделал своему организму, здорово, попью травяного чая, или попью ягодного чая». И после этого фильма я начала спрашивать «А вы что-то добавляете туда еще? Что-то дойдет в составе?» Они такие «Да, сироп». И как бы с такой интонацией, что «Ну, а что вы хотели?» Ну, как минимум того, что написано у вас. У вас написано «брусника мята», значит, будет брусника мята. И действительно, в каждом заведении, за небольшим исключением, добавляют сироп и добавляют сахар. Я захотела именно бруснику мяту с таким вкусом, какой есть у брусники и у мяты, а не у какого-нибудь там сиропа. Я пока займусь своими бровями. И вопрос «Как объяснить возлюбленному, что алкоголь – это плохо?» Мне кажется, что самый лучший способ в таких вот проблемах, в таких вопросах – это показывать своим примером, как хорошо обходиться без этого. Это намного эффективнее работает, нежели ваши какие-то упреки, условия, обиды, объяснения. Потому что зачастую это как раз-таки не слышится, зачастую из-за этого люди начинают ссориться, возникают такие вопросы, что меня не принимаешь таким, какой я есть, или такой, какая я есть, с моими убеждениями, с моими привычками. И как бы, в принципе, так оно и есть. Если вы уже выбрали друг друга, то давайте не пытаться сделать... Опа, здравствуйте, что это такое? Не нужно пытаться сразу же сделать для себя идеального человека. Нужно работать над собой в первую очередь. И вы не заметите, как другой человек поменяется. Просто это намного более долгий процесс, когда вы не лезете человеку в душу, когда не заставляете его что-то делать и меняться ради вас, потому что вы такой классный и знаете, что алкоголь – это плохо. Вот тогда это и работает. То есть просто показывать человеку, как хорошо обходиться без этого. Именно так на самом деле пары и меняются. Именно так люди в паре становятся лучше. Один начинает есть меньше сахара, например, или один начинает бегать по утрам. Другой сначала вообще такой, типа, ну ладно, молодец, конечно. А потом проходит время, и ты вроде бы тоже хочешь какие-то шаги в этом направлении делать, потому что это нормально. Мы люди, мы копируем друг друга, особенно тех людей, которые рядом с нами, особенно близких людей. То есть не просто же так, он что, глупый что ли, чтобы бегать. Так что мне кажется, это самый эффективный способ. Просто своим примером показывать, как круто, как надо, и человек уже сам выберет. Но упреками и какими-то ультиматумами я уверена, что ничего вы не добьете. Следующий вопрос. Три вопроса целых от одного человека, причем. Все три вопроса из максимально разных категорий. Послушайте. Как назовете девочку? Что обычно готовишь на ужин? Как тебе Нижний Тагил? Просто как пришли все эти три вопроса, интересно, в голову. Ну, первый вопрос, девочки, я уже говорила, да? Не обижаемся. Что обычно готовишь на ужин? Овощи. Зачастую это что-нибудь обязательно из овощей. Иногда овощи с рыбой. Овощи в разных вариациях. То есть это может быть и какой-нибудь салат. Могут быть запеченные овощи. Могут быть запеченные овощи с рыбой. Может быть какой-то рагу. Как тебе Нижний Тагил? Ну, кто не знает, это мой родной город. Я в нем родилась и сейчас я живу в Екатеринбурге. Нижний Тагил, как Нижний Тагил. Город маленький, индустриальный. Там мой родной дом, с одной стороны. Но я не особо по нему скучаю, когда долго не езжу. Скучаю скорее по тем, кто там живет, по моей семье. Как давно ты приучила себя вставать в 5.30 утра и что тебе это дало? Так, сейчас такой момент, что нужно красить скулы и отвечать на такой очень важный вопрос. Сейчас, если что, я не встаю в 5.30 утра. Кто не знает, я беременна. И сейчас у меня режим такой, какой захочет организм. Если это надо будет в 5 утра встать, то мы встанем в 5 утра. Если это надо будет встать в 8 утра, то это будет в 8 утра. Но до сих пор я ложусь до 10. А вообще, как я решила вставать в 5 утра, это пришло ко мне полтора года назад, наверное. Я прочитала книгу «Магия утра». Мне она очень понравилась. Она меня очень замотивировала на долгое время. Причем я поняла, что я могу проводить утро в свое удовольствие. Посвящать его только себе. И более того, эти часы очень продуктивно проводить. Так как ты не проведешь их на самом деле вечером или днем, даже если пообещаешь себе, что будешь читать каждый день вечером по 15 минут. Или писать свои цели каждый день, работать над этим. Ну, в общем, нет этого времени в течение дня зачастую. Поэтому это стало моим утром. У меня было ряд занятий, которыми я занималась поочередно. Это были и работа с целями, и аффирмация, и визуализация, и медитация, и спорт какой-то. Я выходила на пробежку или дома занимала чтение также. Я бы с удовольствием этот режим продолжала. Посмотрим, что будет у нас с рождением, доченьки. Немного блесток себе добавлю, немного сияния. Саша, ты постоянно говорила в своих видео, что ты слушаешь какие-то лекции, и они не по учебе. Что за лекции? Ну, я постоянно, конечно, не говорила. Об этом я сказала, наверное, один раз в каком-нибудь влоге. Лекции я слушаю уже больше двух лет. Олега Геннадьевича Тарсунова. Лекции я бы посоветовала эти послушать абсолютно каждому. В нужное время эти мудрые слова, эти мудрые мысли многое перевернули в моей голове, в моем мировоззрении. В отношении к мясу, к тому же, вы все время у меня спрашиваете, почему ты не ешь мясо, почему ты не ешь мясо. И я всегда ухожу от этого ответа, потому что это слишком долгий ответ, слишком сложная тема, чтобы ее разворачивать на такую большую аудиторию. Не только тема мяса, конечно же, но и тема отношения внутри семьи. Он, кстати, завтра приезжает к нам в Екатеринбург, и мы с Денисом пойдем на его лекцию впервые оффлайн. Так необычно, мне кажется, это, знаете, как всегда слушать музыку ВКонтакте где-нибудь, и потом прийти на концерт к исполнителю. Вы точно так же здесь. Мы всегда слушали лекции в интернете. Сейчас он приедет к нам в Екатеринбург, и мы лично воочию его увидим, посидим, послушаем мудрые слова. Если тебе предложат сняться в фильме, но для этого нужно будет поцеловаться с другим актером, согласишься ли ты? Конечно же нет, что за глупые вопросы? Я вообще никогда не понимала эти аргументы, знаете, а-ля «это работа», сцена – это сцена, а отношения – это отношения. Просто гениально, спасибо большое. Мне кажется, это верх логики. Мы люди, мы не роботы, и это точно такая же жизнь, просто там нужно это сделать для кадра, там нужно это сделать для фильма. И это точно так же, конечно же, влияет на человека, как и любой другой реальный поцелуй с реальным человеком. Ну, короче говоря, для меня это всегда очень странно. Немножечко выделю уголок глаза, карандашиком блестящим. На камере кажется, что я такая бледная, а в жизни вообще не так. Почему так происходит? Как ты считаешь, изменятся ли ваши отношения с Денисом после того, как родится ребенок? Конечно. Я думаю, что они станут еще крепче, осознаннее, потому что ребенок – это… Я не знаю, если брак – это обалденный уровень уже ответственности друг за друга. Можно хоть пять лет жить вместе, думать, что вы друг у друга единственное, что есть. Но брак – это совершенно другое. Странно звучит, да, что всего лишь какая-то подпись, всего лишь поход в ЗАГС. Но это работает как-то на другом уровне, на мужчину точно. Это огромный показатель, это единственный показатель того, что мужчина берет полностью ответственность за женщину. Потому что на словах мы все очень классные ребята, но брак – это совершенно другой уровень отношений. Так вот, когда появляется ребеночек, маленький комочек, который полностью зависит от двух взрослых, мне кажется, отношения между родителями тоже безумно меняются. Даже во время беременности Денис, правда, сильно поменялся. Стал еще более чутким, заботливым, с каким-то, знаете, мелочам более внимательным. Так, девочки, я сделала небольшие тени. Небольшие тени. Я думаю, что еще добавить такого? Немножечко добавлю коричневый. Коричнево-красный на нижнем веке внешнем. И можно красить реснички. А можно добавить немножечко еще блесточек на подвижное веко? Почему нет? А пока что следующий вопрос. Как ты считаешь... Ага, это было. Ты бы хотела сделать себе тату? Нет. Тяжело ли ходить животом? Как кого это ощущать? Кого-то внутри себя. Ну, я представляю, наверное, каждая девочка в основном. В принципе, каждому человеку, наверное, интересно, каково это вообще. Но каждой девочке особенно, потому что все-таки мы к этому предрасположены, а не мальчики. Меня тоже очень раньше интересовали вообще все вопросы, даже когда я, ну, как бы особо не планировала беременность. Но мне просто вот на это чудо было смотреть очень удивительно. Действительно, для меня беременная раньше казалась каким-то чудом природы. И просто я думала, как вообще что происходит? Да и сейчас мне так кажется, конечно, когда вот просто осознаешь, что из вот такой вот малюсенькой клеточки появляется вот человек, который вот сейчас перед вами сидит. Это невероятно. Что он растет, развивается. Ты на это никак не влияешь. В принципе, это происходит как-то само, по природе. Ну, конечно, нужно там питаться, нужно существовать, что-то делать. Но, в принципе, все происходит и так без тебя, без твоего участия. Природа все задумала очень умно и гармонично. Так вот, вопрос был в другом. Каково это? Это очень умилительно. Иногда просто я, когда вот осознаю это, я ухожу в себя, реально становлюсь очень тихой. И Денис спрашивает, все ли хорошо, все нормально, ты себя хорошо чувствуешь? А я просто ухожу вот в эти вот эмоции, как будто бы погружаюсь в общение с дочкой и понимаю, что, боже мой, ну как? Внутри тебя живой человечек, которого ты произведешь на свет. Достаточно уже, мне кажется, этого осознания. Тяжело ли ходить с животом? Нет, мне не тяжело. У меня сейчас уже третий триместр. Мы уже, на самом деле, финишируем. У меня нет никаких отеков, никаких там штук, которые бывают в третьем триместре. Типа, ты себя чувствуешь какой-то коровой. Но в этом плане действительно, опять же, Денис, который постоянно подчеркивает то, что я становлюсь только красивее, и что ему очень нравится, как мы выглядим. Там где-то он подшутит, где-то умельнется. Это очень поддерживает. Это действительно, ну, непередаваемое ощущение, нежели бы тебе говорили, о, нифига ты, корова. Или там, что, уже плюс 15 килограмм. Активно прокрашиваю ресницы, кстати говоря, пока с вами болтаю. Какую песню ты бы пела в корове всю ночь? Ну, очевидно, Меладзе. Любые песни Меладзе я бы слушала и пела бы в корове всю ночь. Нет, я бы не слушала, я бы пела. Потому что слушать Меладзе невозможно только слушать. Всегда хочется подпевать. Мы недавно ходили на его концерт. Он к нам в Викторинбург приезжал. Это единственный певец, к кому я ходила на концерт. Уже два раза. Первый раз мы специально ради него поехали в Пермь. А во второй раз мы ходили вот у нас в Викторинбурге. Это шедеврально. Самбо белого мотылька. А мы уже заканчиваем. На самом деле у меня полноценный макияж такой. Саша, чувствуешь ли ты ответственность за нас, такую большую аудиторию? Невероятно. Вы бы знали, насколько. Иногда мне проще не думать, что у меня такая большая аудитория. И что вас действительно так много. Ну, не чтобы сказать какую-нибудь фигню и как бы не думать, что я на вас влияю. Нет. А просто потому, что моему сознанию тяжело... Тяжело. Иногда просто тяжело понимать, что такая огромная аудитория в моих руках. И мне, конечно же, хочется всегда поделиться с вами чем-то полезным. Чем-то нужным, важным. Знаете, чтобы не было так, что вы потратили минуты своей жизни просто на пустую болтовню. Или не было так, что я научила, не дай бог, чему-то плохому. Я закрою канал, мне кажется, если я вдруг осознаю, что за штучки летают. Если я осознаю, что я вред людям приношу. Поэтому, конечно, когда вы мне пишете, что я чью-то жизнь сделала лучше, кто-то начал там правильнее питаться, осознаннее жить. Это всегда такой бальзам на душу. И то чувство, когда ты понимаешь, зачем ты все это делаешь. И ты понимаешь, да, все правильно, все хорошо. Я делаю то, что надо и иду в правильном направлении. У меня есть еще помадка. Я забыла, можно накраситься помадкой. Немножечко так пройдусь. Без особого контура губ. Вы видите, кстати, что я обстригла свои ногти. Больше у меня нет миндаля. Это я так готовлюсь уже к рождению. Ну давайте точно последний вопрос, точно. Он просто очень такой смешной. Ты когда-нибудь не смывала макияж перед сном? Бунтарка прямо вообще. Как я могла? Ну, конечно, были дни, я думаю, когда я не смывала макияж перед сном. Я думаю, что это в основном было в школе. Когда я еще не особо тщательно и не особо внимательно, в принципе, подходила к своему уходу. И я не понимала, что происходит с кожей, когда ты не смываешь макияж. Я наверняка могла заснуть там с тушью, по крайней мере, с не до конца очищенным лицом. Но сейчас просто в каком бы состоянии я ни была, это настолько автоматические действия. Очищение лица, тонизирование, увлажнение, чистка зубов. Это просто происходит на автомате. Без этого я не представляю свой вечер. Я могу лучше не пойти спать. Но вот этот процедуры не сделать я не могу. Ну все, красотки. У меня видео уже, наверное, получилось очень долгим. Батарея разрядилась просто в ноль. Мы с вами сделали вот такой вот нежный, достаточно повседневный макияж. Теперь я могу смело идти монтировать это видео. Ну я бы и так пошла его монтировать. Но сейчас я пойду красивая с макияжем. Кстати, многие спрашивают, когда же будет четвертый день из жизни беременной Сашки. Надо успевать, кстати, его снимать, пока я еще беременная Сашка. Возможно, даже следующее видео будет именно таким. Улыбайтесь чаще, красотки. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok